Жизнь за чертой бедности иногда толкает людей на необдуманные поступки. Иногда бездомные или просто бедные пенсионеры переступают грань морали. Однако в отдельных случаях просители милостыни рискуют попасть под удар. Честно или нечестно они действуют, иногда имеет не слишком большое значение для прохожих. Люди иногда даже подозревая нищего во лже, бросают несколько гривен в ящик. Другое дело, когда милостыню просит ветеран АТО, да еще и инвалид. У прохожих сразу проявляется интерес. Неравнодушные люди ищут в кошельках деньги, чтобы хоть чем-то помочь герою. Однако не всегда человек в камуфляже и с перебинтованными конечностями или головой является настоящим солдатом. Недавно в Киеве такого заметил возле станции метро один из настоящих военных. Человек, который рисковал жизнью на востоке Украины, не обошел псевдовояку и сразу подошел к нему с просьбой убираться и не выманивать деньги. Способ зарабатывать деньги на военных, якобы быть военным, да? Хороший способ? Руки размотай. Размотай руки. У тебя пальцы на месте. В конце концов к мужчинам подошла женщина с пакетом, которая очевидно помогала собирать деньги ненастоящему солдату. После непродолжительного спора компания мошенников таки оставила метро. Однако, как оказалось, встреча с настоящим военным не послужила для нищего уроком. На странице автора видеозаписи под опубликованным материалом в соцсети уже собралось много комментариев. Один из пользователей пишет, что тоже встречался с псевдо-атошником, правда уже после того, как было опубликовано видео. Я нашел его, сейчас стоит на Академке. Также нашлись люди, которые знают лично о ненастоящего солдата. Я его знаю, он на Академгородке работал уборщиком, еще и должен соседу деньги. Подобные случаи в последнее время не редкость. Правда, иногда люди на самом деле находятся в безвыходной ситуации, как например Сергей из Сумской области. Он потерял обе ноги от переохлаждения и начал ездить по разным городам и просить милостыню. Объясняет свой поступок тем, что попал в крайне тяжелое положение. Об этом случае на своей странице в соцсетях написал министр социальной политики Павел Розенко. В зоне АТО никогда не был, а ноги потерял от обморожения еще задолго до начала боевых действий. Несмотря на очевидные мошеннические действия, власти Ивано-Франковской области нашли его и предложили помощь в протезировании и разместили его в местном доме ночного пребывания. Однако человек от помощи отказался, к тому же еще и сбежал из своего временного места жительства. Возможно, ему стало стыдно, а возможно, как добавляет в своем посте Павел Розенко, мужчина уехал с гастролями в другие области Украины. Не от лучшей жизни отправился на улицу с притянутой рукой Алексей из Новой Каховки Херсонской области. Он инвалид детства и понятно, что заработать на жизнь привычным образом он не может. Пенсии по инвалидности, говорит, не хватает. Волынское бюро расследований пишет, что он уже успел побывать в Киеве, Львове, Луцке, пока его не задержали в Тернополе. В каждом городе рассказывал разные истории. Так он говорил, что стал инвалидом в результате ранения в зоне АТО, другим рассказывал, что собирает деньги на помощь украинским солдатам. Мужчина постоянно надевал камуфляжную форму, поэтому доверчивые люди в каждом городе наполняли его ящики для пожертвований к самым краям. Правоохранители время от времени проверяют у людей, которые просят денег у прохожих документы. Если их нет, просят покинуть место и не обманывать людей. Но применять более жесткие меры, как, например, задержать или привлечь к ответственности, таких людей не могут. Законодательством предусмотрено только наказание тех, кто силой заставляет кого-то идти попрошайничать, а потом еще и делиться деньгами. А тот, кто просит деньги на улице, в глазах закона не является преступником. Мол, нищий никого не заставляет давать ему деньги, а помогать ему или нет – это добровольное решение каждого. Люди используют ту же самую военную форму. Люди, которые никогда не бывали в ЭТО, которые вообще не имеют отношения к ситуации, которая происходит на востоке Украины, проходила в Крыму, они пользуются этим. Это дискредитация тех военнослужащих, которые прошли эти горящие точки, потому что для них это… Они никогда не станут стоять на улице с протянутой рукой. Это А. А Б. Всех, большинство раненых, которые прошли через госпиталя, у них все равно есть сопровождение волонтеров, потому что в каждом госпитале до сих пор работают волонтерские команды, которые сопровождают бойцов, и у них нет необходимости стоять с вынтянутой рукой. Тем более, что уже на сегодняшний день запущено несколько государственных программ по протезированию участников АТО, по реабилитации участников АТО, уже создаются кризисные центры.